Проект «Альтернативный двор» берет свои истоки из третьего Минского архитектурного форума. Мы тогда участвовали в воркшопе Гоши Заборского «Эксперименты со счастьем». И после результата воркшопа решили не складывать в ящик, чтобы они пылились, а продолжать работать. Наблюдать за этим проектом было интересно именно потому, что это первый пример известный мне партиципативного проектирования, когда не только архитекторы занимаются разработкой проекта, но также подключаются и местные жители. Люди стали больше общаться на почве работ, идущих тут. Есть, конечно, споры, несогласия и прочее, но тем не менее какое-то шевеление происходит и провокация, что тоже хорошо. Жители общались друг с другом, знакомились. То есть иногда позитивно, иногда и негативно в ключе. И то, что они производили, этот дискурс, он влиял на мнение. И если бы все мнения, предположим, стали негативным, то площадки бы не возникли. Что должны делать активисты, это каким-то образом фасилитировать, я бы сказал это так. То есть помогать жителям делать что-то самим. И тогда это имеет больше эффект. И хочется верить в то, что эта площадка станет площадкой не только в материальном смысле, но и площадкой для коммуникации, каким-то публичным пространством, которая бы поддерживала как раз то сообщество, о котором мы вот здесь сейчас говорим. Было особенно интересно наблюдать, как жители, которые уже вовлеклись, которые уже начали участвовать в строительстве и прикладывать свои усилия, как они активно защищали и осознавали эту работу, эту площадку, как свой проект. Мне кажется, в дальнейшем, чтобы успешно проводить подобные проекты и увеличивать уровень партиципации локальных резидентов, необходимо активнее привлекать их к организации самого проекта, самой деятельности. Какой-то поясник может дух, это такое вот детство, как-то родители в основном молодые. И если как-то скооперироваться, либо сплотиться, то, я думаю, что вероятно, что может это продолжить. Мы думаем, что продолжать будем в том плане, что хотя бы следить будем за тем, чтобы то, что уже сделано, не было в первый же день разрушено. У нас уже планов, вот даже мы тут качели хотим с соседом смастерить. То есть, ну, что-то добудет, что-то сделаем. Очень давно уже не было здесь детей. Сейчас проводим время дома. В прошлый день этот двор выгуливают только собак, а их много и котов. А теперь будут дети. И это самое славное и самое хорошее. Но те дети, которые здесь гуляют, вот, и в футбол, и везде, и всюду, то я вам хочу сказать, они на этой площадке пропишутся. Были у нас мечты о том, чтобы изменить двор постоянно. Но не было такой вот мобилизующей, направляющей силы, которая смогла бы как-то нас направить. Но сейчас, с началом этого проекта, люди стали больше общаться. И не только подъездами, но и домами. Уходя, сейчас завершая песочницу, конечно, мы постараемся их как можно больше перезнакомить и дать им понять, что если они дальше будут вместе работать над двором, то все у них получится.